Девушки отдыхают 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 Она стала самой результативной, но выделять ее одну было бы неправильно. Внутри составе Менесея выделили здорово. Да, было касание блока после атаки Тагли. И первое очко она набирает для своей команды. Мизинец. Еле-еле задела, но этого достаточно, чтобы отдать мяч Енисею. Щеглова будет подавать. 1-1. Первый темп. Касание сетки. Обидно для Яны Даций. Тяжелый мяч она вытащила после атаки 16-го номера гостей Слаутиной. Ранхи. Главная атакующая сила Динамо Митар подает в сетку. Очень много передач в ее сторону было в предыдущем поединке. Но, по большому счету, можно сказать, что справились. Красноярки с Ранхель не дали ей свою лучшую игру показать. А кроме нее, кроме мексиканки, не нашлось. Здорового лидера у Челябинского клуба. Фролова. Хорош прием. Шевчук задней линии. Нет, Щеглова страхует. Фролова тройной блок. Еще один шанс у Енисея. Это Аглия. Пыталась обмануть, не получилось. Юлия Обровкина умница на задней линии. Тяжелую работу для центральной блокирующей только что провела. Сейчас подстраховала после блока. Фролова. Отыгрывается. Еще раз Фролова. А теперь мощно стреляет. Мяч остается в игре, но не будет атаки у Динава Митара. Очень длинный розыгрыш. Первый темп Самойлин конец. Ждет ее Слаутина от Аглия. А вот Аглия закрывают двойным блоком. Слаутина и Качева. 3-2. Очень длинный розыгрыш. И завершился он ударом в блок. Перуанский волейболист и Енисея. Очень рада Ткачева. Ну да, такие розыгрыши да выигрываешь, конечно. Получаешь необходимый заряд оптимизма, уверенности. И сама же Ткачева. Одна из тех, кто закрыл. Так ли? Подает. Филиштинская первый темп Самойлинка скидывает. Нет. Классная атака по линии. 4-2. Динамо Митар. Хорошо вошел в игру. Вошло в игру. Третья попытка Самойлинка первым темпом сыграть неудачная. Третья подряд. Но два раза не проигрывала. Она напрямую. Мяч просто в игре оставался. На этот раз закрывают ее сразу блоком. 5-2. Очень здорово Динамо Митар. Начала этот поединок. И Сергей Голотов берет тайм-аут. Возвращаются команды на площадку. 5-2. Динамо Митар впереди. Очень солидно. Очень здорово выглядят клубы Челябинска в начале этого матча. Пока и не с ним. Мало что может противопоставить такой задорной игре соперника. Но, конечно же, все впереди. Это же только первая партия. И 3 очка. Абсолютно ничего не гарантирует гостям. Тем более, Ткачева сразу после тайм-аута Голотова подает в сетку. Так ли отправляется на подачу? Есть прием. Ануфриенко подключает заднюю линию Ранхель. Но это мощнейший удар наносит. 6-3. Слаутина на подачу. А теперь все встретим. Щеглова принимает. Филиштинская на Фролову на край. Потрясающая атака Марии Фроловой. Первая сегодня результативная атака капитана Красноярок. Которая в прошлом матче баловала зрителей и болельщиков Энисея потрясающими ударами. На любой вкус била Маша и по линии, и вход во все зоны наносила она удары. Но вот сегодня первый раз у нее получилось. Будет хорошая атака у Энисея. То есть, возможно, для хорошей атаки. Ну и атака хорошая тоже будет. Евгения Щеглова 5-6. Вторая подача Фроловой. И сразу в ручке. Нет, мяч уходит в аут. 7-5. 7-5. Впереди динамометар. И вот один капитан, капитан хозяев отпадавала. А теперь настала очередь Анастасии Ануфриенко. Капитану гостей. Надо побороться. У сетки это получается. Очко Енисею. Нет, очко. Очко динамометар извините, что вел в заблуждение. Показалось мне сначала, что... Давайте посмотрим повтор. Да, касание сетки было у Филиштинского. Но тяжело и было бороться против Диченко. Разница в росте приличная там. Щеглова двойной блок. Ну, это уже третье очко, выигранное блоком у динамометар. Примечательно, что во всем прошлом матче их было 8 за 3 сета. А сейчас уже 3. И 5. Тяжело было Щегловой на таком двойном мощном блоке от Ранхели Дьяченко. Тагли с задней линии цепляет Дьяченко. На край Шевчук. Щеглова оставляет мяч в игре. И теперь Фролова задней линии. Аут. Или не аут. Голотов говорит своим подопечным, что был аут. Не стал он брать никакого тайм-аута. Показалось сначала девушкам в белой форме, что мяч в площадке. Но их же наставник их в этом разубедил. Не получилось и передача. И атаку у Самойленка не получилось. Но и зато все пока получается у Челябинска. 11-5 и замена. Видимо провели работу над ошибками. Тренерский штаб и волейболистки. Динамо Метар. Совсем другими они предстали на старте этой первой партии. Двойная замена. Писаревская и Перетядька на площадке. Атагли и Филиштинская отправились отдыхать на скамейку запасных. Перетядька за голову. Вот как раз эти только что вышедшие волейболистки разыгрывают комбинацию с передачей за голову. Но Писаревская утыкается в блок. Это четвертое, это пятое очко на блоке. Пока блок Динамо Метар непреодолимой стеной стал перед Энисеем. Фролова. Ну вот Фролова попадает. Кто как не капитан должен вытаскивать команду после такого начала. 6-12. Минус 6 к Венесею. Это не трагедия, но очень солидное преимущество у Динамо Метарки. Не трагедия для хозяев. Самойленко. Есть прием. Отверной. Ну с Ранхель ничего пока не могут поделать. Вот я говорил, что в прошлом матче Энисей справился с этой мексиканской бестией. Но сегодня она в большом порядке. Андреа Алекандра ничего пока не может сделать. Ни блок, ни прием. А так ее проходят чисто. Шевчук подает. В самый угол площадки летит этот мяч после подачи Шевчук. И это первый эйс в сегодняшнем матче. Опять же, когда все вот в том матче у Динамо Метарки предыдущем не получалось практически ничего. Сегодня пока абсолютно все летит. И блок работает. Сейчас подача попала. Ну вот Бровкина подключила перетядька к Бровкину. И Юлия седьмое очко для Энисея набирает. 7-14. Кисаревская на подачу уходит. Качева сбитый прием. Но после этого приема и передачи верной снизу, Елена реабилитируется. Мощная атака. Опытная волейболистка. Мастер спорта России. Елена Ткачева номер 6. Дьяченко. Ну вот теперь на первый темп делают ставку у игроки Енисея. Бровкина второй раз подряд точна. Но Самойленко это не получалось. Быть настолько точной и опасной. А вот у Юлии Бровкиной все пока в порядке. 8-15. Щеглова подает. Верная. Не самый лучший прием. Но теперь Ткачева по блоку бьет. И 16-е очко приносит. Но Голотов берет видеоповтор. Сомневается видимо он что было касание. Предъявляет своим подопечным претензией главный тренер Енисея. Ну и можно его понять. Те кто видел матч двухдневной давности. Я думаю помнит сколько был заряжен Енисея. Сколько он здорово играл. Но сегодня ничего подобного не выходит. Пока у красноярок. Вчистую они опять же пока проигрывают эту первую партию. А вот Динамо Метар будто подменили. Челябинские девушки очень ярко выглядят. Очень здорово играют. И практически во всех компонентах они переигрывают. А не было касания блока. Вот видите. Находился судья на вышке. Ну меньше чем наверное в метре. Ну чуть больше чем в метре. От этого эпизода. И ему показалось что касание было. А на самом деле его не было. И поэтому 9-15. И не все так плохо. Минус 6 вместо минус 8 для хозяев. Но чтобы по-настоящему вернуться в игру Енисею нужно что-то сделать с 10 номером гостей с Ранхель. Которая пока какой-то запредельный уровень волейбола показывает. Неостановимая она просто. И неугасим ее порыв. Вести команду за собой. Ранхель подает. По Фролову. Будет атака у гостей. Это Ткачева. Но вот заработал блок у Енисея. Двойной блок Бровкина. Перенесла очень хорошо Юлия Рук. Смотрите на повторе это будет видно. Она очень грамотно. Очень здорово сыграла. Ну и вместе с Александрой Перетядько остановили они атаку. Бровкина подает. Срывается мяч у Юлии. 17-10. Впереди по-прежнему Динамо Метар. Скачева на подачу уходит. Есть прием. Будет атака Писаревской. Хорошая атака Софьи. Помните только вышла, когда она на площадку атаковала. Попала под блок. И после этого я, наверное, ни разу не назвал ее фамилию. Но вот вспомнила о ней. И Софья забила. Перетядько подает. Верное. Прием. Есть. Ранхель. Но вот останавливает атаку Ранхель. Это Яна Даций. А потом Щеглова. Посмотрите, какой классный удар Евгения наносит со второй линии. В самый уголок попадает. Переигрывает двойной блок. Тайм-аут берет уже Пилипенко. 12.17. Пока впереди гости. Наши с вами задачи сейчас выращивают атаку. Давайте еще больше эмоций, потому что нам нужно справляться. А после, конечно, заберем партию себе. Ну и как выйти, гинник, зато всегда у нас на позитиве. Конрой, он точно где-то у нас на позитиве. Просто ясно, конечно, с экрана. Е-ни-с-е. Все вместе. Е-ни-с-е. Александра Перетядька вводит мяч в игру. Ошибку в расстановке показывает судья на вышке. Отдает очко динамо Метар. Мария Фролова пытается оскорить решение арбитра. Несогласна явно капитану. Хозяев. С таким вердиктом, ну что поделаешь. Решение принято. Никто пересматривать это уже не будет точно. Такие моменты не пересматриваются. 18-12. Такой подарок от Несея. Прилетел в копилочку очков гостей. И Слаутина подает. Фролова. У Фролова лучше не слидер. Несея это знают. Мария забивает классный мяч. И подает Фролова. Верно, прием есть. Первый темп Двиченко. Такое несколько судорожное движение руками Яны Даций. Помешало ей оставить этот мяч в игре. По позиции все было здорово. Ну, конечно, ни одного слова. Упрега тут быть не может. Атака первым темпом. Очень сложно было спасти этот мяч. Но была близка Яна. Чуть-чуть не хватило удачи ей. А вот Щеглова проваливает прием. Хорошо страхует Самойленка. Фролова с задней линии. Тут Качева. На край Шевчук. И Шевчук блок-аут. 20-13. Только чудо, наверное, может спасти Денису эту партию. Сихачева вместо Самойленка появляется. Первый выход Евгении на площадку в сегодняшнем матче. Самойленка не слишком удачно провела эти розыгрыши. Как ей забить не удавалось. Ох, какая хорошая и мощная атака Софьи Бисаревской. 14-20. По линии Софья жаркнула. Наотмашь так, да? Блокирующие руки переносили в центр. И вот он. Вот он эйс. Первый эйс Энисея. 15-20. Это как раз Сихачева. Только появилась Евгения на площадке. И сразу же эйс. Свою копилочку. Очковую внесла, да? Опять неудобная очень подача для Верной. Но там Ранхель. И Ранхель пока безупречно в этом матче. Блок она в принципе не замечает. Да и крайне редко удается защите Энисея поднять мяч после ударов. А теперь в инструменты из города все. Андра-Алехандры. Принимает Чеглова и будет сама атаковать. И удачно Евгений атакует. Не справилась Васильева. Очень неудобно было Либера. Одной из Либера гостей в этом эпизоде. 16-21. Минус 5. Писаревская. Качева. Снизу пасует Ануфриенко. Была ли площадка? Показывают судьи, что была. Голодов не спорит. Если была, то удар просто потрясающий. Нет, Голодов все-таки хочет посмотреть этот момент. Выдержал паузу Сергей Иванович, главный тренер Енисея. И попросил арбитра сходить и глянуть, что там происходит. Собственно, на экране. Может быть, там нам очко надо отдать, а не сопернику. И пошел Роман Алексеев к монитору. Очень важный момент. Если был аут, очко Енисея, то 17-21 минус 4. И определенные перспективы для спасения вырисовываются. А вот если все останется как есть, 22-16. Три очка для победы в партии остается для Динамо Метар. И это для хозяев совсем будет сложно. Ну и что там было? Нет, там линия. Такая абсолютная линия. Все-таки это был не аут, а блестящий удар от Качевой. 4 по 4. Очень хороший удар. Ну, даже не по 4. Между четверкой и пятеркой, наверное, пришелся он. Перетягка за спину. Писаревская. А вот теперь сыграла ход Софья. Не стала обманывать. Она делась на силу. Закрыли ее. 23-16. Яченко на подаче. Да, там Ранхель без... А нет, Ткачева это была. Тоже одна из самых ярких волейболистов этой партии в составе гостей. Да и в принципе, вот Ранхель, конечно же, выделяется. Ну и Ткачева хороша. Талантливая Шишчук, опять же, не слишком заметна. В первом матче она практически не добивала до пола. Но бывает, что она выдает такие поединки, что залюбуешься. Вот был не ее день. И пока в этом матче Валерия также не слишком много задействовано. Ранхель нет. Подняла не себе этот мяч. Вот Шишчук сыграл на задней линии. Атаки не будет. Могут красноярки что-нибудь придумать. Перетядька. Бровкина, ну, придумали. Не так, как им хотелось бы. Ну, а Ранхель разыгралась, да. Было удивительно, как часто красноярки ловят. В прошлом поединке Ранхель блоком. Не обязательно выигрывают чисто, но просто цепляли очень много атак. Андреа Алекандры, красноярские девушки, помогали в своей защите. А сегодня, как будто без блока, Ранхель атакует. Семь сетболов у гостей. Фролова. Мария, отличная атака. Восемнадцать двадцать четыре. Юлия Абровкина выходит на подачу. Всякая бывала волейбольная история, да, на любом уровне. Но сейчас не будет никаких чудес для хозяев. Ануфриенко скидывает в Писаревскую. И та не сумела сыграть в защите. Не сумела спасти этот мяч. Двадцать пять восемнадцать. Первый остался за Динамо Митар. Отдохнем. Я обмежу иску сердца. Я загибающая кровь. Я жажда риска. Я прошу белый звук. Я зарождающаяся искра. Я время. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Динамо Митар. Вторая партия. Вот-вот начнется в матче Енисей. Динамо Митар. Двадцать пять восемнадцать. Первая партия. Безусловно, челябинские девушки. Были лучше. Были гораздо острее. Гораздо лучше у них работала атака, блок, прием. Да все было лучше у Динамо Митар. Конечно, надо. И давайте тогда сильно. Конечно, и встретим шута. И поэтому они оставили первый сет за собой. Но второй начинается с такой неудачной, немножко даже курьезной подачи. И ошиблась капитан Ануфриенко, которая редко допускает подобные ошибки. Но все бывает. Один-ноль. Красноярка впереди. Бровкина на подаче. Остались Бисаревская и Перетятька. На площадке у Енисея сделал эту замену у Голота по ходу первой партии. И не стал ничего менять. Перед второй мяч в аут уходит. Но касание блока. Один-один. Ранхель безупречный. Все получается сегодня у нее, у 10-го номера гостей. Перетятька на край Фролова. Хорошая такая техничная атака Марии. 2-1. Софья Бисаревская отправляется на подачу. Роман, Шестовая Бисаревская. Попадает Софья. Не поверил Радхин, что эта подача Бисаревской может зацепить площадку. А зря. Цепляет мяч линию. 3-1. Еще одна подача Бисаревской. А это Ткачева, извините. А не Ранхель там была. А Даций. Первый темп вытаскивает. Фролова. Большой аут от Марии. 2-3. И Ченка на подачу отправляется. Попады куточки, приготовились. Щеглова принимает. За спину играет. Перетядька. Но не получается эта комбинация у хозяев. И удар Сикачевой далеко от площадки приземляется. 3-3. И Ченка. Немного сбитый прием от Пестовой. Писаревская вытаскивает мяч с красноярки. Но будет атака. Ох, Щеглова принимает мощнейший выстрел Ранхель. И, к сожалению, для Енисея во второй раз подряд Мария Фролова проигрывает очко своей атакой. 3-4. Но тяжело там было Марии. Замена в команде Енисея. На площадке отходит Ирина Филиштинская. Филиштинская возвращается одна. И Стагли. В прошлом матче Голотов, если... Делал подобного рода замены, да? Связующие диагонали. Делал двойные. Теперь Филиштинская одна. Качева один в один закрывает Сикачеву. 5-3. Пока реально Динамометар смотрится очень мощно. Довольно неожиданно. Даже пустого, как Енисея, ну будем говорить, прямо уничтожил их в первом поединке. Но сегодня челябинские девушки играют хорошо. Только вот сейчас ошибаются нападать. 4-5. Тяжело, да, играть? Два матча подряд с равным соперником. Тем более, может, такой убедительной победы в первом поединке. Я думаю, все равно сложно не дать себе хотя бы чуть-чуть слабины. Не поверить в то, что мы сильнее, мы должны выигрывать. Но в этом заключается профессионализм, чтобы избегать подобного рода мыслей. 4-6. Ранхель. Щеглова принимает, но на... На сторону Динамометар. И 7-4. А так еще что не получается, у них что изменить. Посмотрим, как они дальше на практике оплатят жизнь. Пока 7-4. И Ранхель продолжает подавать. Пестова. Пелештинская на заднюю линию. Писаревская вытаскивает Шевчук этот мяч. Качева скидывает. Страхует Писаревская. Щеглова пройденного блока прямо в Шевчук бьет. Ранхель. Ранхель продолжает разрывать защищающихся Енисея. Пока совершенно непонятно, да, вот как ее остановить. Великолепный матч выдает лидер гостей. Пока, по крайней мере. Все у нее получается. Подача. Ваут летит. 5-8. Сихачева. Один из она записала в первую партию на свой счет. Выйдя вместо Самойленка. Посмотрим, как сейчас у Евгении получится с подачей. Прием хороший. А вот дальше не сумели разыграть комбинацию. Гвоздь и Фролова. Ох, Мария против тройного блока в задней линии. Такой плоский, мощный удар. Никак не могла там верная. Сделать больше того, что она сделала, да? 6-8. Сихачева. Анфренко скидывает. Писаревская готова. Но, к сожалению, для Софи и для Енисея мяч ваут улетает. Пыталась 19-й номер хозяев спасти эту ситуацию. Почти у нее получилось. Там только сантиметров 35, может, не хватило. Гачева подает. Фролова. Щеглова атака. Блок. Но мяч по-прежнему на половине Енисея. Писаревская. И это Пестова. Какая умница, а? Либера. Либера Енисея в прыжке с задней линии. Так действовать Либера можно. Совершенно неожиданно для соперников. Скинула мяч. И принесла седьмое очко своей команде. Ну, смелость города берет, да? Смелость Пестовой была вознаграждена. Накрывает сейчас Бровкина. Щеглова эту скидку. И тут Цау. Чуть не было никакого касания блока. Это ошибка. Это 8-9. Не отпускает Енисея соперника. И это обещает нам, я думаю, определенную борьбу. Не будет здесь, наверное, сухой победы. Потому что сейчас у Енисея мало что получается. Он остается всего на 1 очко. А когда красноярки поймают, все-таки свою игру не могут на нее не поймать. Другого варианта у них нет. Надо бороться за плей-офф. Надо стараться. Так вот, когда они ее поймают, все будет еще интереснее. Попросил посмотреть видео главный тренер гостей Захар Пилипенко. Сомневается он, что там не было касания блока. Но его не было. А, он другой момент смотрел. Касание сетки он смотрел. Когда Бровкина с Щегловой закрывали скидку. А Тануфриенко. И показалось главному тренеру гостей, что там нарушили правила соперницы. Но нет, все было четко. Все по правилам. Задняя линия Ранхель. Только в превосходной форме можно описывать игру этой волейболистки в сегодняшнем матче. Задняя линия без вариантов. Просто вколачивает мяч в площадку. Слаутина. Наталья Слаутина, центральная блокирующая, подает. Мяч спасен. Попадает Фролова. Никто не поверил, да? Никто не стал даже на блок прыгать. Смотрите, на повторе. Каким-то чудом Филиштинская подняла. И удобно подняла для Фроловой, в принципе. Но решили, гости, что, видимо, примут и так. А Филипенко просит повтор. Сомневается он в том, что у меня шпал в площадку. Едисей! 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 Ну, дождались мы принятия решения. И оно в пользу красноярок. А, он, опять же, я немного неправильно рассудил то, что будет, собственно, смотреть главный тренер. Он смотрел не попадание в линию, он смотрел. Видишь, и клали Филиштинская в момент своего этого сумасшедшего спасения. Попала ли она на половину соперника. Видели, что нет. Щеглова подает. 9-10 минус 1 у Едисея. Создала Евгения проблемы Ткачева и серьезные проблемы. Шевчук просто переводит. Филиштинская за голову. Писаревская слишком, опять, понадеялась на силу. Не стала даже пытаться что-то придумать Софья. И, что предсказуемо логично, упиралась в блок Еченко. Да еще так обидно мяч скачать. Для Писаревской. Щеглова первый темп. По Воробьям стреляет Юлия Абровкина. Сорвался удар. 18-го номера хозяев. Теперь Голотов берет тайм-аут. Считанные секунды. А счет уже 9-12. И надо что-то менять. КОНЕЦ На площадке команды Ануфриенко. На подаче. В Щеглову летит мяч. Есть прием. Первый темп от Бровкина. На этот раз удачно. Блок зацепил, но критически помешать этому удару Юлии дойти до цели он не сумел. 12-10. 10-12. Бровкина на подачу уходит. КОНЕЦ Бровкина на подачу уходит. Юная, талантливая, центральная блокирующая Енисея. Орендована она у Калининградского локомотива. Вполне возможно, в скором времени увидим Юлию в форме сборной страны. Щеглова надо Сегачевой просто перевести. Шевчук и блок Енисея. Давно не видели мы, как красноярки блоком закрывают соперниц. Но вот увидели. И самая высокая сейчас передняя линия у Енисея. Там Сегачева, центральная блокирующая с ростом метра 84. А также Писаревская с Фроловой. Но вот остановили они атаку. Шевчук. И сейчас были, в принципе, близки. Писаревская с Сегачевой, но блок-аут 13-11. Шевчук подает. Фролова. Потрясающе. Атака блестящая. Атака блестящая. 12-13. А Карина Симонова появилась у Енисея на площадке. Вместо Софьи Писаревской подавать она сейчас будет. Еще одна молодая волейболистка. Даже юная, я бы сказал. Ранхель. Нет, достать будет нереально. Улетает мяч. За пределы досягаемости этого забега. Двух игроков Енисея. Атака Ранхель. Как из пушки мяч Рикиты, там что могла сделать Щеглова? Все, что могла, она сделала. Больше вряд ли бы Евгений получила. Щеглова, прием. Фролова. Скачева здорово, но дальше не разобрались. Кости, кому играть этот мяч. Тут еще взлетела Евгения Сикачева над сеткой. Так, для профилактики, да, чтобы и не вздумали там никаких придумывать. Атака со вторых мячей. И в итоге упал. Мяч на половине площадки Динамо Метар. Фролова подает. Ранхель. Не могут никак красноярские девушки закрыть мексиканку. 15-13. И отправляется на подачу. Андреа Алехандро Ранхель-Арнандес. Фролова. Фролова. За ними остался этот розыгрыш. Мяч коснулся площадки. Но нет. Получил право и не сей на атаку. И ее реализовал. Сикачева вытаскивает мощную атаку Ткачевой. А вот этот удар уже не смогла Евгения обработать. Но было тяжело. Если ради стоит это признать. Качева отправляется на подачу. Конечно же Ранхель атаковала. Вот нас с закрытыми глазами. 9 раз извести на 2 фамилию Ранхель. Скорее всего ошибешься 1 или 2 раза, да? Из этих 9. Первый темп не прошел. У Бровкиной Ранхель. Фантастика. Это просто фантастика. Ранхель сегодня доминирует. 17-14. Пытается как-то голодов стряхнуть команду. Что-то сделать. Что найти то сочетание, которое остановит лидера гостей под номером 10. Сейчас Климанова появляется. Еще одна центральная блокирующая. Под седьмым номером. А на сетке Филиштинская переигрывает. Более высокую Слаудину. 10 сантиметров разницы в росте. Не помогли сейчас центральная блокирующая. Командующая Лябинская. Ирина на подаче. Ранхель. Неужели ошибается это волейболистка? Неужели такое бывает? Да, ваут бьет. Там тяжело было тройной блок. Но мы не раз видели, как Ранхель переигрывала в таких ситуациях соперничество. Сейчас ошиблась. Тайм-аут. Вперед главный тренер гостей. Тайм-аут. Продолжение следует... Продолжение следует... За спину Ануфриенко получила идеальный пас и имела право она сейчас подвести партнеров. 18-16. За спину играет Филиштинская, там двойной блок останавливает Щеглову. Ткачева просто переводит мяч. Симоновой тяжело, Симоновой сложно. Филиштинская будет без того пасовать, пасует на заднюю Фроловой. Фролова бьет, Ткачева вытаскивает. Ранхель. Здесь было тяжело выиграть. Мексиканки напрямую. Щеглова отыгрывается от блока очень грамотно. Евгения. Что дальше? Дальше Фролова. Но блок Шевчук и Вьяченко останавливают этот удар Марии. И опять плюс три у Динамо Митар. Ну что, настала пора Енисею набирать очки или сумеют переломить эту отметку в три очка преимущества гостей и увеличат его? Посмотрим сейчас. Слаутина. Филиштинская первый темп задействует и проходит. Чисто он до пола добивает Ирина Климанова. Давно так не получалось у Енисея первым темпом сыграть. Но вот Климанова номинально четвертая из всех центральных блокировок, как мне кажется, до степени по возможности появления. В составе вот она сейчас добивает до пола хорошая атака. Сбитый прием, сбитая передача. И здесь Яна Даций принимает, но касание сетки. 20-17. Немного рваная игра сегодня в исполнении Енисея. Они такой стабильности, уверенности. А гости, они как локомотив. Прут вперед. Нашли свою колею с самых первых розыгрышей. И не сворачивают с нее. Атака Фролова в площадке. 18-20. В концовку мы подходим в борьбе. Это радует. Что должно быть интересно. В концовке этой партии. Климанова. Прием есть. И Ранхель ошибается. Не было там касания блока. Я думаю, нет смысла смотреть. Очень уж сложный удар придумала Андреа Алекандро. У него в этом матче получались фантастические удары, которые приносили очки Климанова. Очень обидная ошибка. 21-19. 21-19. Не самая сложная урина подача. Вот сейчас он пытался как можно ниже ее над тросом отправить. Но получилось хуже во сто крат, чем задумывала Климанова Шевчук. Фролова. Тяжелейшая будет атака с двойным блоком. Справляется Мария. От блока мяч опускается в пределах площадки гостей. 20-21. Вы знаете, сейчас ключевой момент второй партии. На площадке унисея вот та же Карина Симоновна. Юная, да? Доверяет ей ГООТОВ в этой концовке. Карина подает. Первый темп Бьяченко. Очень быстрый, очень хорошо разыгранный и результативный для гостей. 22-20. Щеглова в приеме. Опять тяжелейшая будет атака у Фроловой. Но как же великолепна Мария. Помочь бы вот партнершам капитана Красноярок. Своему лидеру. Поддержать ее вот этот порыв. Какие она фантастические моменты выдает. Второй матч подряд. Но если в первом поединке там все девушки из-за нестей играли со знаком Плюс, то сегодня у многих не получаются определенные ситуации. Очередная блистательная атака Ранхель. 23-21. Плюс 2 в этой концовке сохраняют гости и снимаются как-то надо. Еще и Ранхель еще и на подаче. Мы знаем, как мощно у нее летит мяч. Сейчас он летит не только мощно, но и далеко. Аут. 22-23. Все на Тоненького по-прежнему. Чуть больше шансов этой концов видеть на Умидар. Но одно лишнее очко, один брейк может изменить всего. Сейчас Сихачева подает. Грейс у нее был, как мы помним. Раздорово справляются и не сумели Филиштинской и Симоновой спасти этот мяч. 20 пола у Динамо Метар. Качева. Ее подача может принести победу в партии гостям. Нет, она приносит аут. И всего один сетбол остается у челябинских волейболисток. Филиштинская подает. Конечно, надо постараться усложнить, потому что с хорошего приема из вариантов сегодня атакуют гости. Ранхель с задней линии. Нет, не удается. Енисею спасти этот мяч после попадания в блок. 25-23. Вторая партия также осталась за Динамо Метар. 2-0 ведет Камахабинска. Подождем 3-го. Я беженство в сердце. Я загибающие крови. Я жажда риска. Я хорошеный вызов. Я зарождающийся искрой. Я привычный. Лучший. Он моё. Я беженство в сердце. Я зажда риска. Я заждаю. Я досыпаю. Я рыба. Субтитры сделал DimaTorzok Ирина Филишкинская готовится вести мяч в игру Третий сет Енисея Динамометар вот-вот начнется 0-2 Красноярская команда проигрывает своим соперникам Две первых партии были не очень удачны для хозяев площадки Зато очень удачны для гостей Динамометар совсем другим предстал в этом поединке, нежели в пятницу Сейчас первое очко в этом цеке Енисей выигрывает Это Юлия Бровкина Все-таки сыграла грамотно и здорово Но, несмотря на то, что Енисей во второй партии оказал более серьезную борьбу, чем в первой Он все равно уступил 23-25 Да и в принципе, если он смотреть чисто визуально, контролировали Игроки гостей Ход встречи останавливает Филиштинская эту атаку Самойленко Блокаут 1-1 Так, насколько я понимаю, Анастасия Самойленко появилась В диагонали, да? А Юлия Бровкина по-прежнему В центре сетки будет играть Ваут подает Яченко Ну, Самойленко случалось даже в этом сезоне Играть в диагонали Даже в историю своем она говорила, что Было необычно, но в принципе ей понравилось Посмотрим Понравится ли сейчас и как получится Такая и у Бровкиной подобный опыт игры есть Ах Зацепил блок этот мяч Но не удалось я не даться его поднять 2-2 Ранхель на подачу выходит Пестовый прием, ну просто идеальный Атака Фроловой, Ткачева С задней линии Шевчук И помогает трос Валерии 3-2 И на моментах вперед выходит Нашла она лазейку между рук блокирующих Вроде бы мощный блок, но не скомпонованный Четко Были там дырки И в одну из них Попал как раз мяч Филиштинская за голову Самойленко не мощно Она кистью переводила И получилось Но я думаю еще усиление блока Появление Анастасии и Самойленко В диагонали Но пока Не удается выиграть чисто Техничный удар Фроловой Шевчук задней линии Тут все в порядке Готова была Филиштинская Фролова Блокаут Марии 3-3 Я все-таки жду, что Енисей Полноценно завяжет борьбу В этом поединке Потому что пока далеки от Своей оптимальной игры Красноярки Два последних домашних матча Они выиграли У Зарича Одинцова И опять в Удинамо Митара И там Енисей смотрелся Гораздо более собранным Мощным и качественным Умница какая Филиштинская А потом великолепный блок Сикачева и Фролова ставят 4-3 Скидку своей Непосредственно визави Ануфриенко Филиштинская вытащила Мяч остался У Динамо Митары Атака была Хорошо сконструирована Но Заработал наконец-то блок У Енисея Сикачева и Фролова Бровкина подает Нет Тут мяч антенны Коснулся После удара От Качевой 5-3 В этом матче Такого еще не было Со стороны Енисея Тайм-аут Берет Филипенко Филипенко Голос Енисея Голос Енисея Енисея Бровкина подает Немного сбитый Берем Ткачевой Надо исправляться Не получается Филиштинская на край Фролова 6-3 Но вот этот отрыв Уже может Дохнуть новые силы Девушек из Красноярска 6-3 Мария Фролова И замены Дает Филипенко Аранхель Немножко передохнуть Вместо нее появляется Екатерина Шкурихина Ну а Основную связующую Анукриенко Меняет Алиса Шишкина По 22 номером Юная связка гостей 17-летняя Бровкина Прием есть Ткачева Выигрывает Ткачева Фролова и Сикачева Не сумели остановить Атаку Елены Двойным блоком Идет подавать Отличная атака Фроловой 7-4 Мария Фролова Мария все Эти сеты Играла Примерно На одном Высоком уровне Были у нее Неудачные удары Но Там было Сложнее Гораздо Выиграть Чем проиграть Там она Исправляла Можешь сказать Самые удачные Действия Партнерш Но когда все Более-менее Когда можно Пробить и на силу И оценить Обстановку Фроловой Элифид Все как Можно Сейчас очень Обидная ситуация Для Енисея Гораздо Лучше мог Этот розыгрыш Сложиться Потому что Смазанный был удар Первым темпом Однако Удача улыбнулась Костям 5-7 Слаутина Щеглова Принимает Фролова Против тройного блока Слаутина Поднимает мяч Вверх и Елена Ткачева Умница какая Но Шевчук Тяжело было Этот мяч Перевести На сторону Енисея Поэтому 8-5 Против тройного блока Фролова Атаковала Так Как будто И нет Этого блока И только Героизм Слаутиной В защите Не позволил Марии Напрямую Этот мяч Выиграть Верная Прием Шишкина Поднимает Для Шкурихиной Блок Еще одна попытка Нет Не падает мяч Молодец Щеглова Фролова Атакует Шишкина Принимает Шевчук Искала руки Блокирующих Валерия Не нашла 9-5 Музей Понял Пилипенко Что Безран Хельбеда И возвращает Ее на площадку Вместе С Ануфреевой Я думаю Отдохнула Немного Это Мексиканский Мексиканская Ракета Чудо Бомбардир Динамо Митар А Мария Фролова Ну и сбил Этой заменой Наверное Все равно Хоть на устрою Марии Фроловой Подает Она В сетку 6-9 Ануфреенко На подачу Уходим И приготовились Шум На встречу Пестова Принимает Фроловой За голову Но вот Проходится Комбинация Пару раз Пытались Ранее Ее Осуществить Игроки Енисея Не получалось Сейчас Все прошло Как надо Сикачева Забивает Не знаете Пока работают Да Эти изменения Которые Нес Болотов Самойленков Диагонали 10-6 Ведет Енисей С трудом Ткачева Вытаскивает Мяч Шевчук Великолепно Играет Валерия Ну просто Браво Надо смотреть Повтор Такой красоты Все оценила Все увидела Никакой Суеты Очень мягонько Очень здорово Браво Шевчук 7-10 Валерия Подает Филиштинская На щеглову Тяжело Евгении Но она просто Прошивает Насквозь блок И в защите Было тяжело Мяч Сидел с невероятной Скоростью Не справились Гости 11-7 Филиштинская На подаче Верное приеме И переходящий мяч Юлия Бровкина Опускает На половину поля Динамо Метар 12-7 Тайм-аут Пилипенко А Енисей Сейчас Выглядит Прямо Очень хорошо Метар Шевчук Шевчук Метар Тайм-аут ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжит подавать Ирина Филишкинская. Только что она вынудила ошибиться верную. Александру Верную. Сверждающая фамилия Гулибера. Динамо Метар. Особенно для девушки. 8-12. Дейченко подает. Филишкинская на край Самойленко. Не удается пока Анастасии чисто выиграть мяч в диагонали. И вот сейчас будет шанс Ранхель. Но там Бровкина с Самойленко. Подставили просто высоченный забор перед мексиканкой. И не сумела она добить до пола. Но уже следующая атака Динамо Метар стала результативной. 9-12. Вместо Дейченко появляется Бочкарева. Вчера Евгения играла много. На подачу она сейчас выходит. Пестова прием. Филишкинская первый темп. Не совсем удобная для Бровкиной передача. Три очка подряд выигрывают. Костя и это вынуждает Сергея Голотова взять свой тайм-аут. Енисей впереди. 10-12. Но только что было 7-12. Выход Бочкаревой на подачу. Пока помогает гостям. Подает Евгения в Пестову. Филишкинская снизу на край. Вот Самойленко наконец-то выигрывает. Добивает на соседа пола. 13-10. Сейчас потрясающая передняя линия у Нисея. Самойленко, Бровкина и Пролова. Для блока то, что нужно. Щеглова. Оставалось только подать в площадку. Но Евгения и Щеглова этого, к сожалению, для нее не получилось. 11-13. Ранхель. Справилась Пестова. Сыграла Филишкинская на Бровкину. Первый депп от Юлии. На этот раз было удобно и по высоте, и по скорости. И она выиграла. 14-11. Ничто не смогла Слаутина сделать в этом эпизоде. Тяжело было, конечно. Центральный блокирующий гостей. Бровкина подает. Прием от Юльчук есть. Есть атака с Лаутиной, но смазанная. Переводится маленько на Пролова. Но там мощнейший блок Слаутина и Ануфриенко. Останавливает атаку Марии. Пыталась на силу Пролова пройти. Не подпускать. 12-14. Качева подает. Щеглова принимает. Вновь на край на Фролову. И второй раз подряд Слаутина закрывает Марию. Очень похожая по многим параметрам была эта ситуация на площадке. Только пасовала на этот раз слезующая. И сверху Ани Самойленко и снизу. Но по всему остальному и по выпрыгивающим на блок волейболисткам и по типу атаки было похоже. И вновь в Слаутину. В круге Слаутина и мяч попал. И 13-14. Самойленко подключает Филиштинская. Неудобно было Анастасии. Забегает Слаутина за спину. Фролова. Вытаскивает этот мяч. Шевчук и сама же атакует. Но атакует в аут. 15-13. Третий раз подряд не попала под блок Фролова. Перетядька и Писаревская вместо Самойленко и Филиштинской. Подавать будет Александра. Тихачева принимает. Шевчук. Нет. Вторая попытка Шевчука на этот раз проходит Валерия. Успевает она сыграть быстрее блока. Первый раз Сукачева сумела прочитать ее действия, но не получилось выиграть очком. А вот со второй попытки Шевчук переиграла Сукачеву и ее партнершу на блоке Слаутина. Одна из героинь последних розыгрышей. Два блока Фроловой помним. А вот теперь еще и Эйси 15-15. И Слаутина рискует стать героиней Сиоса. Это если дело так пойдет дальше. Расстроена Пестова. Оно и понятно. Хорошее было преимущество у Эйси. Оно растеряно. Шевчук. В огне сейчас игроки. Динамо Метар. Все-таки Эйси спасает этот мяч. Ай-яй-яй, перетядька успела, успела Александра. Шевчук бьет ваут. Касания блока не было. С моей позиции это было видно невероятно отчетливо, что не могло его там быть. Но с позиции главного тренера гостей Захара Пилипенко этого видно не было. Поэтому он решил посмотреть. Хотя кто его знает, может у меня какие-то проблемы со зрением. И это я увидел не то, что было на самом деле. В любом случае, Роман Алексеев после просмотра видео скажет, как все было. А мы на большом экране увидим то, с помощью чего ордитр принял такое решение. Я думаю, не будет долгим просмотр. Очень такая простая там видится ситуация. При любом раскладе было оно или не было это касается. Ну да, там не было. Гораздо ниже того самого мизинца, который можно случайно задеть прошел мяч. Фролова подает. 16-15. Удается Енисею держаться на полу, хотя сейчас практически ничего в Красноярах не получается. А Динамометар вновь заиграла с огнем. Но вот сейчас подача Фроловой создала проблемы и можно завершать Щегловой. И Евгения вроде бы и видела все. И правильно все делала, но попала в аут. Слишком длинно она сыграла. Расстроена Щеглова, оно и понятно. Был отличный шанс оторваться на два очка в этой концовке. Есть прием Щегловой. Сигачева так резко и зло атаковалась. И нас слячко своей команде принесла. Тесто убегает в площадке. И снесла Юрию Кропкину на радостях. Но Кропкина была готова к такому проявлению эмоций. Сигачева. Верная прием. Заголовно Шевчук. Разыгралась Валерия Шевчук сейчас. 17-17. Все более и более заметную роль в этой партии. В атаках в гостей играет. Это молодая волейболистка. 19 лет Валерии. Атака первым темпом от Кропкиной. Шевчук пыталась, но не смогла спасти этот мяч. 18-17. Возвращаются Самойленко и Филиштинское на площадку. Вот это падение удалось в одной замене остановить. И теперь вернулись те, кто отрывался в счете изначально в этой партии. Может быть получится у них сделать это еще раз. Сейчас увидим. Филиштинская подает. Верная приеме. Смазанный прием. Самойленко, переходящий мяч. 19-17. Только что появившиеся на площадке Филиштинская и Самойленко на двоих сообразили эту комбинацию. Филиштинская подала верную. Верная приняла наполовину. Все было сделано четко. 19-17. Вновь тяжелая подача, но великолепно сыграл. Прием. Классная передача и атак от Качевой. И Ченко подает 18-19. Приготовились на ногах. Слух на полном ключе. Первый темп. Срывается мяч у молодой Юлии Бровкиной. 19-19. Продолжает Иченко подавать. Щеглова сложнейшая атака. Там страхует ранки. Скорее всего, нет, не на нее играют. Играют на Ткачеву. Ткачева бьет по блоку. И 20-19. Три очка подряд берет Динамо Митар. И что остается Сергея Голотова? Только взять тайм-аут и попытаться остановить. Эту лавину очков от гостей. Не рассыпаемся, собираемся вместе. Каждый здесь, в Москве, зритель. Все внимательно сейчас на площадке. Понимаем, что мы должны суть ломаться, что хочется, и не отпустить сверхами. Дальше, чтобы поднять. Стрелок сегодня не хотелось бы. Поэтому максимально отдаем силы. Переменеси до конца. Диченко продолжает подавать. Уже 20-19. Уже Динамо Митар впереди. В концовку уходят лидерам гости. Самойленко атака. Получается забить. 20-20. Евгения Щеглова на подачу. Вот я, помните, говорил какая супер-блокирующая линия в лице Бровкина, Самойленко и Фроловой на подачу Щегловой. Тогда Евгения Ваут подала. Сейчас площадку попадает. Будет передача снизу. Не могут закрыть Ткачеву. Бровкина с Фроловой. 21-20. Концовка напряженная. Концовка интересная. Очень многое стоит на кону. Либо победа Динамо Митара в матче, либо возвращение Енисея в игру. Ранхель. Лештинская на Фролову. Вход. Как здорово играет Васильева. Щеглова. И неудобно. Не ожидала Евгения, что ей будет эта передача. Ткачева. Блок. Вот то, о чем я говорил. Самойленко и Бровкина закрыли небо. Ткачева. И 21-21. Бровкина на подачу заходит. Идем. Идем. Шевчук принимает. Ранхель. Летит в эту атаку и не попадает. Андреа Александра. 22-21. Теперь уже Енисея лидирует в этой концовке. Сразу все мои едины. Едины, друзья. Вадоник. Шевчук. С задней линии Ранхель. Два раза подряд Косиконка ошибаться не будет, да? 22-22. Классный удар. С задней линии по центру. Все видела. Каждый голос. Есть линии. Кочева на подаче. Лишницкая на край. Блокаут от Фроловой. 23-22. Каждая очка на вес золота сейчас. Тяжело было Марии Фроловой. Высокий блок против нее. Но и не повезло с Лаутиной. Помню, как она два раза подряд закрывала. 18-летняя центральная блокирующая. Хозяев, как она два раза подряд закрывала. Фролову А. Анастасия Самойленко подает вау. 23-23. Лаутина. Филишкинская на Сикачеву Евгения обманывает. Вы посмотрите. Двое на блоке. Трое стелились, чтобы поднять этот мяч. Но никому не удалось помешать Сикачевой набрать пятачку для Енисея. Очень мягкий, очень точный удар. Скидка, точнее, у нее получилась. Очень мягенькая такая. Фролова подача. Первая не принимает. Енисей набирает 25-ое очко. 25-23. И у нас все только начинается. 2-1 ведет по парке. Динамо Метар. Динамо Метар. Динамо Метар. Динамо Метар. Динамо Метар. Красноярск, дворе спорта имени Ивана Ярыгина 20-й тур женской суперлиги 2-1, ведет по партиям Челябинская команда Но вела же 2-0, Елисей Просузет оставил за собой 25-23 Мария Фролова Именно она принесла 25-е очко Краснояркам своей подачей Сейчас подает Ануфриенко Капитан Динамо Метар Фролова Отличная атака Марии 1-0, Елисей впереди Бровкина на подаче Цепляет Сикачева А атаковать будет Самойленко Тяжеловато было Анастасии забить Шевчук Бровкина страхует Фролова Блокаут Второе подряд очко Мария приносит своей команде 2-0 Бровкина 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 подает Бровкина подает Качева с трудом, но принимает А Шевчук атакует Вау 4-0 Пилипенко Пилипенко будет смотреть Точнее он просит, чтобы Роман Алексеев попросил Посмотрел видео Ну а главный тренер об этом попросил 4-0 Пока До вердикта Точнее до вердикта 3-0 Но если он будет в пользу И это просто блестящее начало для команды Которой нужно отыгрываться Удовлетворен запрос Линию мяч задел 1-3 1-3 Шевчук подает И концентрация на площадке Шумата в 0 Все Прием Фроловой Первый темп Сикачевой Удачно 4-1 Самойленька на подачу Уходит Наша Анастасия Самойленька Роман Ритм Задняя линия Атака Шевчук Но там Кройной блок И Руки Ирины Пилишпинской Останавливают Удар Валерии 5-1 Самойленька в сетку попадает Осталось максимально затруднить Неченко Прочитала Прочитала Слаутина Что будет делать Филишпинская И не позволила И совершить Русский сетку Подача Диченко под номером 2 Подача под номером 2 Диченко это под номером 15 Сикачева Удар Ранхель пока Незаметно Да В этой партии Практически Ее не задействуют Пыталась Пыталась Продавить Проглова Не получилось Но сейчас Можно соорудить Хорошую атаку И сделают Это Волейболисты Красноярского клуба За спину Пасует Иришпинская А Сикачева От блоков Аут Отыгрывается И шесть В первом старте Сегодня Так ли Перманская Волейболистка В Енисеи Но вот После той замены Первой Как появилась Писаревская После нее Больше Анхела Мария Не появлялась Молодец Какая Самойленькая И будет атаковать Закрывают Закрывают Они Ранхеля Было ли Такое То В этом матче Я не помню Что-то Ранхель Чистую Закрыли И выиграли Очко Но что-то Случается В первый раз И вот сейчас Сикачева И Щеглова Мексиканскую Писню Чего не остановить 7-3 Тайм-аут Главного Тренера Костей Захара Закрывают Съемly Но Там Тон Говорил я ранее о том, что гаранца не особо заметна была и в конце прошлой партии и сейчас в начале четвертой видимо подустала мексиканкам то что она творила в первых двух сетах это за гранью возможного забивала все любых позиций пролова есть локси качёва и филишкинской останавливает качёву 83 а может даже трос установил да трос скорее скорее трос попала в трос качёва пролова на подачу 83 баут мария подает голод успокаивает ее рисковать имела право мария это и делала ранкель на подачи на что может быть с подачи напомнит она себе просто так и пока не получается потрясающе казалось бы ничего не получается ни у той ни у другой филишкинская кое-как там левой рукой это не право я сейчас посмотрим на право и кое-как это что стало чего это хватило неудобно то и в киеве скинула туда мертвую зону для всех вроде бы и каждая из волейболистов и динамометар могла теоретически этот матч сыграть но все понадеялись друг на друга и никто не помешал ему упасть сегачева подает я сейчас даже глазам сначала не поверил давайте пересмотрим поэтому и замолчал давайте повтор пересмотрим евгения щеглова закрыла один в один наталью слоутину на секундочку рост щегловой метр 76 а рост слоутина метр девяносто но здесь уже и высота была хороша туда высота до которой щегловой не допрыгнуть ни при каких вариантах но то что она сделала предпишем разыгрыше невероятно качева наподать пролова в приеме щеглова блок-аут 11-5 ирина филишпинская будет помнить мяч в игру ой 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 не разобрались сейчас провкина и самоленко вдвоем что же им делать но мяч в игре и опять мяч в игре кто-то филишпинская приняла щеглова двойной блок что дальше скидка умница филишпинская отрабатывает защите связующая енисея фролова и самоленко атакует и выигрывает это очко для енисея анастасия самоленко великолепный розыгрыш великолепный день для обеих команд хотя вот здесь видят как нелепо могут закончиться но енисей выигрыш этот мяч изначально бачкарева вместо ткачевой что подустала елена или травма какая-то бегает в раздевалку едем от ткачева не знаю что там случилось просмотрела если честно поглощенный был повтором этого розыгрыша рандхель умница мария фролова еще рандхель задней линии ну разозлилась разозлилась андреа александра дважды не удавалось что блок закрыл то вот пролова там откуда не возьмись на задней линии оказалось и вытащила но здесь уже не было шансов ни у кого слоутина подает что больше запомнится три и блока марии фролова или блок евгения щеглова против слоутина для натальи я имел ввиду в этом матче тем временем удачная атака 712 стоит и все расслабляться в прошлом сеть тоже было плюс 5 гелий и танцовки красноярки дожали соперник 25 23 у вас сейчас 712 ровкин первый темп 13 7 щеглова на подачи знаете получилось чем хуже тем лучше было неудобно диченко атаковать совершенно и зона этот мяч подбивала но получилось удачно непредсказуемую траекторию после касания пальца диченко обрел и оказался недосягаем ни для кого в том числе и для филиштинской пытавшись а спасти этот мяч пролова блок аут 14 8 юлия бровкина на подачи хороша атака яченко 914 шевчук валерия шевчук будет подавать аут большой аут 15 и двойная замена филиштинская самойленко отдохнут а на площадке перетядька и писаревская александра перетядька на подачу софи занимает место у сетки первый темп молодец щеглова подняла этот мяч фролова ну мы побороться до вас девушки из красноярска этот мяч перетядька на край писаревская выигрывает этот мяч перетядька енисея 16 9 опять же невероятно тяжело было софии там двойной блок закрывал и видимость но сумела она его перекинуть а затем по моему это бочкарева своим касанием дезориентировала страхующих дайм-аут филипенко 16 9 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 9 7 9 9 9 10 9 9 10 12 9 10 10 10 11 13 11 11 12 14 15 15 15 16 15 15 13 16 Великолепный удар Марии. 17-10. Что-то могла сделать Бочкарю Вадим Вадим против Параловой. Практически ничего. На подаче капитан Енисея. Невероятная по высоте атака сейчас Ранхель. Метро 83. Росанхелы Андрея Алекандры. Метро 83, у нее рост. Но прыжок это просто что-то потрясающее. Пестова в приеме молодец. Фролова задней линии в трос. Очко. Динамо метар 12-15. Пестова сейчас тяжелейшую подачу приняла от Ранхель. И вновь Пестову. Доводка ну практически идеальная. Щеглова вход атаковала. Двойной блок ее уже ждал. 13-17. И вынужден взять таймаут Сергей Голоков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращаются команды. 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 поля поля кричат трибун ну еще бы конечно болячкам они себе хочется чтобы было поле будет ли поле или будет аут как этот не удовлетворен запрос вот тот повтор который мы сейчас не видим но мяч там ну задел или не буквально на ней причем запасом во первых это показан был на момент до полного соприкосновения мяча с площадкой и он еще и раскручивается давно его касается эту линию просто закрыл ну да ладно арбитром виднее в конце концов за это зарплату получает подает ваут динамо метар возвращают унисею это очком плюс 4 в концовке у красноярок за голову играет ануфриенко но там ждут уже ранки ждут ее и бровкина и фролова двадцать два семнадцать похоже никуда мы от тайбрейка не денемся щеглова подает евгения попадает в сетку причем я бы не сказал что особо рисковал а может сорвался удар 18 22 ануфриенко на подачу щеглова прием или штинская на фролову на край филигранный удар марии самый уголок она положила но сомневается в этом филипенко и просит повтор предыдущий его повтор я думаю вызвал горячие споры я человек нейтральный я всего лишь комментирую для вас эту игру и не имею права говорить категоричное только мое мнение и другое судья всегда прав но здесь поле было абсолютным невозможно было не видеть двадцать три восемнадцать прием шевчук не сумела забить фролова эти мария фролова иногда меня просто поражает все уже видел ее исполнение сколько лет она играет на высочайшем уровне умеет она вытащить из себя что-то невероятное забить мяч который кроме нее мало кто может именно в этот момент бровки на аут но очень опасно для динамо метара аут уменьшает количество мальчболов в этой партии для енисея остается их пять шевчук кто этот удар решающий нанесет сикачева одна из лучших была евгения вынесе и в этой партии сейчас именно от нам набирает 25 для своей команды очко и нас ждет тайбрейк очень тесно отдохнем а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Именно ее подачу мы сейчас увидим на старте этой партии Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok DimaTorzok 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 что значит и чего стоит этот видеопросмотр. Переломил Енисей, казалось бы, проигранный матч. Замены Голотова, ярость игровая самих красноярских девушек, помогли им вернуться в игру. Потому что в начале матча, в первых двух партиях, сам на себя был не похож красноярский клуб, попросту последних встреч, когда он выигрывал. Все больше напоминаю себя, когда Енисей в этом сезоне безнадежно проигрывал. Но, видимо, появилась какая-то искорка характера, которая не позволяет вот так вот просто взять и уступить в важнейшем матче для борьбы за плей-офф. Очень долго Роман Алексеев смотрит. Также долго он смотрел в том эпизоде с аутом. Насколько мы помним. Там было решение не в пользу Енисея. Что будет сейчас? Нет. И да. А что такое там? Ну да, касание блока здесь было. Так это и без всякого видеоповтора, мне кажется. Понятно, что вы там касание сетки, наверное, смотрели. И просто написали касание блока, да, но это понятно, что там был блок. Касание сетки нет. Самойленка готовится. Шевчук. Яна Дации большая. Молодец. Мария Фролова. Ты не угадаешь, куда она пробьет. Продолжается тайбрейк этого сумасшедшего матча. Енисея Динамо Митар. 7-4 на тайбрейке. 2-2 по партиям. Подача Самойленка. Верная. Шевчук атакует. Фролова. Браво, Мария. Щеглова. И вновь Шевчук. А мяч-то в площадку падал. Ранхель пришлось его таким образом доставать. Бочкарева. Страхует Дации. Фролова куда пробьет. Верная. Поднимает мяч в защите. Атакует Ранхель по линии. Идеальный удар. Идеально точный. 5-7. Ничего еще не решено. Слаутина. 18-летняя. Выходит на площадку. 18 лет метр 90. Я думаю еще может вырастить. Сантиметров на 5 даже. Будет еще лучше блокировать. Хотя и так у Натальи. Получается это здорово. Какая классная атака Сикачевой. Слаутина в мяч попадает. Поднять его не было никакой возможности для Натальи. Это же не блок. Игра на задней одинии с таким ростом тяжело конечно. И смена сторон при счете 8-5 в пользу Енисея. Е-ни-сей! Фролова подает. Зазевалась девочка, которая мячи подает. Сразу не отреагировала на хлопки Марии. Но тем вернулась из своих девичьих грез. И все-таки бросила мяч капитану Енисея. Которая сейчас постарается увеличить преимущество своей команды. Нет. Не получается Сикачевой и Щегловой закрыть Ранхель. Но знаете. Все равно нет такого чувства. Первая и вторая партия. Атаки мексиканский волейболистский Ранхель. Напоминали борьбу Терминатора с обычными людьми. Она просто раздавливала все сопротивление, которое ей кто-то пытался оказать. Но сейчас Ранхель либо закрывают, либо цепляют, либо принимают. А Сикачева второй раз подряд забивает. 9-6. Ранхель 2. По-моему, очка принесла свои командиры партии. Но нет такого полного доминирования, что было в первых сетах. В первых сетах. Сикачева. Два эйса у Евгении сегодня. Не могла. Могла. Чуть-чуть и не хватило для третьего. Но 7-9. Енисею. Задача Енисея простая и понятна. Просто сниматься с подачи соперника. На своих можно не геройствовать. То есть геройствовать нужно, конечно. Но ничего страшного будет, если не будет брейков в исполнении Краснояра. Кого-то с чужих сниматься нужно обязательно. Причем с первой желательно. Но этого сейчас у Щегловой не получается. Попытка 2 от Евгении. Отыгрывается от блока. Фролова вновь. Третий подряд удар Щегловой. Решила она изменить манеру нападения. Вместо мощного удара предпочла нечто иное. И это нечто иное сработало как нельзя лучше. 10-7. Умница Щеглова. Дайм-аут Пилипенко. Плюс 3 у Енисея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Совсем немного. Нам остается до развязки. 10-7 у Енисея впереди. Какой это будет развязка для хозяев шестивых несчастей, как ровно и для гостей. Мы пока не знаем и предположить не можем. Но раз у Енисея плюс 3, значит небольшое преимущество. У Красноярог есть. Филиштинская. Пилипенко за голову. Руанхиль Фролова. Маша это просто потрясающе. Ну тут есть блок-аут. Там главный тренер Енисея Сергей Голотов заранее этот мяч задел. Сейчас посмотрим, а были шансы из Фролова. А кто его знает? Скорее всего нет. Бровкина! И достать! Ах! Старалась Ранхиль. Ну, обидно, обидно, что не получилось у Андреа Александре этот мяч достать. Очень близко она была. Ну, аж и чур великолепно сыграла в защите. Не повезло сейчас челябинским девушкам. О, какая быстрая передача. Прям в руку. Ну, не ожидала этого Слаутина. И закрывает она Фролову. Страхует Филиштинская. Самойленко удар. Есть прием. Передача снизу. Ранхиль. Щеглова умница какая. И Фролова. Там Слаутина ее уже ждет. Но дожидается Ранхиль. И от ее рук Мария Фролова отыгрывается. Слаутина плюс 4. 12.8. Фантастика Енисей после 0.2 и после 19.20. В третьей партии. Невероятно близок супер камбэку и выигрышу этого сета. Этого пятого сета. Этого тайбрейка. Сейчас, не дай бог, сглаживаться. Даже сложно представить, что на меня обрушат. Какой гнев. Болельщики Красноярского клуба. Ну что, есть то есть. Плюс 4 на тайбрейке. В концовке это очень большое преимущество. Хотя сейчас уже плюс 3. И Ранхиль. Ранхиль не сдастся. Закрывая ее, не закрывая. Она будет продолжать терроризировать блоки защиту Красноярок. Подает она. Бестова. Первый темп. Подняла. Ой, какая умница Васильева. Еще первый темп. Но здесь уже все. Ничего невозможно было сделать. 13-9. Два мяча до победы в матче. Два мяча нужны Енисею Юлия Броккина. Две подряд. Атака первым темпом сейчас провела. Все мы видим реакцию девочек из Красноярской команды. Но не попала в кадр реакция Сергея Ивановича Голотова. Это было нечто. Скидка. Сикачева накрывает. Атака будет в задней линии. И Шевчук забивает. 10-13. Еще далеко не все. Вот сейчас, если бы накрыла Сикачева и выиграла очко, тогда уж можно было бы наценать 5-ти ферамбы Енисею. И главному тренеру за этот суперкомбэк. Но пока рано. Минус 3. Это очень плохо для Динамо Метад. Но не критично. Все может измениться. Бочкарева. Фролова в приеме. Филиштинская на Фролову. Мария в линию бьет. Нет. Решили посмотреть. Торопиться не будем пока. 13-10. Роман Алексеев отправится к экрану, где покажут этот момент во всех подробностях. Очень быстро все было. Там поле абсолютное, чтобы смотреть. А вот сейчас нам показали расплющенный мяч. Обратили внимание. А тогда показывали, когда он только-только соприкоснулся с площадкой. И не расплющился. Но был в миллиметре буквально отбит. И все. Эйс. Эйс приносит победу красноярскому Енисею в сегодняшнем матче. 3-2. Невероятно. После проваленных, по-другому не скажем, двух первых сетов, красноярки фантастически вернулись в эту игру. Благодаря перестановкам Голотова, который в том числе поставил в диагональ девушку, принесшую победное очко Енисею, с этой подачей Анастасию Самойленко. Красноярки выигрывают. Великолепные эмоции они подарили своим болельщикам. Призываю и на моментары, и поклонников этого клуба не расстраиваться. Они большие молодцы, Рамки, просто покорила сегодня меня своей игрой. В первых партиях это была фантастика. Это было великолепно. Но не сумела Мексиканка пронести этот свой заряд и настрою на весь матч. А Енисей сумел переловить столь неудачно складывающийся поединок и одержал, как мне кажется, если оценивать матч в целом заслуженную победу. Самые ключевые моменты, когда решалась судьба матча, именно матча в граниоте. Но вот это Красноярки выглядели чуть сильнее. Это было очень интересно. Это был настоящий женский волейбол во всей красе. С вами был Павел Гатсон. С вами был Павел Гатсон. С вами был Павел Гатсон. С вами был Павел Гатсон.